Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня историк, религиовед Андрей Зубов. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните из-за рубежа код Латвии плюс 371. Да, и о конфликте в Нагорном Карабахе мы продолжаем говорить в наших эфирах. Вот как вы оцениваете то, что происходит сейчас? Насколько изменилось, говоря, там, не знаю, о первых днях этого сопротивления, противостояния? Это война тяжелая. И независимо от того, кто побеждает, в войне, если она ведется более-менее равной по силе соперниками, так всегда бывает. Это самое страшное. Поэтому во всем мире ждут одного. Когда начнутся переговоры, когда закончатся военные действия. Безусловно, самое главное. Ну, как мы понимаем, все-таки вот Армения, в частности, заявляла о том, что готова идти на переговоры. Состоятся ли они? Насколько лидерам этих стран вообще это нужно сейчас, эти переговоры? Насколько они будут восприняты в обществе армянском и азербайджанском? Во всему нужно. Во-первых, заявляла и Армения, заявляла и Азербайджан. О том, что уже сейчас Алиев говорит о том, что переговоры нужны, уже смягчает свои первоначальные требования. Раньше он требовал вывода всех армянских войск из Карабаха. Теперь говорит только о графике вывода. Мне кажется, что обе стороны понимают одну очень простую вещь. Что общество до какого-то предела готовы жертвовать своими детьми ради достижения определенных, ну скажем, целей. Эти цели можно лишь достичь менее ужасными способами. Скажем, Азербайджану надо восстановить свое территориальное единство. Это понятное желание. Но Армении надо сохранить армянское население в Карабахе. Тоже понятное желание. И вот, собственно, из этих двух понятных желаний должны строить переговоры. Ну как вы считаете, все-таки, почему Илькам Алиев стал смягчать риторику? Потому что, как мы видели, во всяком случае понятно, что идет еще информационная война. Стороны рапортуют о том, что они побеждают, у них преимущество. Но тем не менее, ведь Азербайджан очень долго наставил на том, что он не инициатор, а скажем так, имеет преимущество. И в этот раз точно не отступит. Почему Алиев начинает такую риторию? Я думаю, потому что цель Азербайджана не войны. И, наверное, ему его генералы уже говорят откровенно, или турецкие советники, что эти цели достигнуты вряд ли. Будут малой ценой. А та цена, которую надо заплатить, он ее боится платить, потому что будет возмущение всего общества. Вы обратите внимание, армяне говорят уже примерно о 400 своих погибших. Ну, во время войны всегда преуменьшают потери. Но даже поверим, что их действительно 400. При обычном расчете в такой войне наступающая страна теряет в 10 раз больше, чем обороняющаяся. Значит, потери Азербайджана приближаются к 4000 человек. Это сколько семей уже обездолено. И поэтому, если это будет продолжаться, то общество будет недовольным Азербайджаном. Азербайджанцы совершенно не собираются отвоевывать Карабах, как говорится, любой ценой. Это какие-то журналисты, какие-то там крайние патриоты, особенно за пределами самого Азербайджана. Они говорят о том, что мы ничего не пожалеем. Но матери и отцы мальчиков, которые умирают на фронте, им есть уже то же самое и в Армении. Еще пока был мир, пока не было этой войны. Уже мне многие армяне говорили, что надо как-то этот вопрос решать окончательно, потому что на границе, в общем, каждую неделю кого-то подстреливают. А теперь обе страны понимают, что народы этих стран, они не в такой степени одурены пропагандой, как это было, скажем, во время Второй мировой войны в терроритарных государствах, в Советском Союзе и нацистской Германии. Что есть интернет, есть какие-то другие средства коммуникации. И люди знают реально, что происходит. И поэтому не хотят войны и жертв любой ценой. Они хотят мира. Вот попытались коротким ударом решить проблему, не вышло. Теперь надо договариваться. И армянам надо договариваться. Потому что тоже ясно, что победа, они могут одержать победу, но это будет пирова победа. Сколько армянских юношей ляжет в землю за этой победой. Поэтому мне кажется, что уже наступило время, махать кулаками хватит, проливать кровь достаточно. Все показали, что они готовы ее проливать. А надо садиться за стол переговоров. Площадка Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, АБСЕ. Это оптимальная площадка для таких переговоров. Но более конструктивная, чем те, которые бессмысленно велись 25 лет. Но все-таки, если на эту ситуацию посмотреть с точки зрения имиджа лидеров государств. Потому что это тоже, наверное, имеет политическое значение. Ведь если Ильхам Алиев сейчас остановится, то он проиграет. То есть он проиграет и в глазах своего избирателя, своего народа. В конце концов, он потеряет свой авторитет. Это не может быть тем фактором, который его не остановит от продолжения этой войны. Ну а вы представьте себе, если армяне предложат, что они готовы, чтобы Карабах оставался в составе Азербайджана. Но на очень широкой автономии, под контролем того же АБСЕ. Без права вхождения каких-либо силовых структур Азербайджана на территорию Карабаха. А земли, оккупированные армянами, чисто азербайджанскими, тот же Агдам, Физули, Кельбаджар, эти земли просто возвращаются к Азербайджану. Я думаю, что на этих условиях армяне сохранят свой Карабах, независимо фактически от Азербайджана. А с другой стороны, территориальное единство будет восстановлено. То есть прецедент Крыма отторжений земли не состоится на Южном Кавказе. И Хамалиев, я думаю, сохранит таким образом лицо. А армяне, чтобы сохранить лицо в этом конфликте, тоже могут кое-что потребовать и попросить дополнительно. Но, как говорится, не обо всем хочется говорить в публичном эфире. Что позволит сохранить лицо армянской элите сейчас для своего общества. То есть, возможно ли сценарий, который разыгрывали стороны во время Карибского кризиса, понятно, что это не прямая аналогия, но тем не менее, когда Союз вывозил ракеты с Кубы, Кеннеди обещал, что через некоторое время мы уберем ракеты из Турции. И таким образом стороны, казалось бы, друг друга удовлетворили. Вот здесь возможен такой компромисс между сторонами все-таки? Вы знаете, это, конечно, совершенно другая эпоха и совершенно другой уровень государства. Это сверхдержава. Я думаю, что здесь скорее надо говорить о очень простом и очень похожем варианте. Это вариант Югославии. Когда Сербия устроила практически геноцид албанского народа на своей территории, потому что Косово было автономной областью, Сербия ликвидировала автономию, как и Азербайджан ликвидировал автономию Карабаха. После этого началось сопротивление Косоваров, жестокое порой. И поскольку Сербия не смогла, на все попытки Евросоюза, не смогла, не захотела гарантировать безопасность автономии и албанцев в Косово, пришлось объявлять независимость Косово. Вот примерно та же самая ситуация сейчас в Карабахе. Если Азербайджан захочет гарантировать автономию армян в Карабахе внутри своей территории, то тогда он сохранит единство территории. Если он не захочет, то в конечном счете сработает Косовский вариант. И, как вы помните, это резолюция ООН 1970 года, по-моему, 26-25, которая говорит, что в случае опасности геноцида национальное самоопределение предпочтительнее территориального единства. Тогда сработает Косовский вариант, и Карабах станет независимым. Но мне кажется, что Азербайджану и лично Ильхаму Алиеву выгоднее намного сохранить единство территории, чем потерять Карабах вообще. И тогда уж точно он лишит своего трона. Вот такой вот расклад сейчас на Южном Кавказе. Напомню, что вы можете нам звонить также по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Историк и религиовед Андрей Зубов с нами на прямой связи. В программе «Абонент доступен» вы также можете подключаться и пишите нам в WhatsApp 230-6191. Сделаем мы сейчас перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Сейчас ничего вроде, да? Мы продолжаем, да. К неожиданному снова. Как-то быстро реклама прошла. Точнее, COVID-19 вносит свои коррективы. У нас очень короткий пауз в рекламной, да. Мы продолжаем. Андрей Зубов с нами на прямой связи. Да, есть у нас звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день, Радио Болтком. Добрый день, Андрей Борисович. Добрый день. Приятно вас снова слышать. Десять лет назад, помню, вы как-то выступали в Риге на одном из наших семинаров по истории. Я вас запомнил, честно говоря, как ярого антисоветчика. Скажите, пожалуйста, а вот не считаете ли вы все-таки, что советская власть была права, ну, удерживая оба народа, которые люто ненавидят друг друга, ну, под своим крылом? Союз развалился, и армяне-изабежанцы, ну, просто начали убивать друг друга. Спасибо. Да, спасибо вам. Вы знаете, я думаю, что удерживая под своим крылом, это какие-то совсем неправильные слова. Мне кажется, что если народы хотят жить независимо, и тем более люди, страны, которые были независимы, уже были завоеваны Советским Союзом в 20-м году с применением насилия и жестокостей, против воли и азербайджанского народа, и армянского народа. Они имеют право на восстановление своей независимости, естественно. Не забудьте, что оба народа принесли колоссальные потери от коммунизма. Вся азербайджанская и армянская элита настоящая была уничтожена, кроме тех немногих, кому удалось уехать и спастись. Вот, азербайджанские лидеры, мусаватистов, те, кто не были расстреляны, были умерли на Соловках в 2028-2029 году. И в этом смысле совершенно сейчас другая диспозиция. Сейчас не нужны какие-то страны, патроны. Мне кажется, что если бы Армения и Азербайджан осуществили бы свое желание, и стали бы частью европейского сообщества, они могут им стать. Поскольку как части СССР они в 75-м году подписали хельсинский протокол, то тогда они могли бы найти модус вивенти. Посмотрите, в Германии и Франции тягчайшая война, не одна, а много войн за Рейн, за Эльзас. А в итоге сейчас полный мир между Германией и Францией. Эльзаское население имеет свою автономию, культурную. Преподавание ведется на эльзасском, но фактически на немецком, рейнском диалекте. При этом границы стабильны, и никто не собирается их пересматривать. Другой пример. Южный Тироль. Сколько была партизанская война в Южном Тироле за присоединение Южного Тироля, то есть Бальсана, да, от Италии и Кавстрии. Сейчас вопрос решен, Южный Тироль остался в широкой автономии в Италии, все довольны. Мне кажется, что такие вопросы решаемы без всякого тоталитарного государства. И я уверен, что во время азербайджанский конфликт тоже решаем. Другое дело, что советское наследие мешает воплощению этого опыта демократических решений, опыта такого согласия межнационального. На ошибках учатся, я думаю, что и армяне, и азербайджанцы эта война их многому научат. Ну вот вы упомянули эльзас, это ведь Страсбург, там где находится Европарламент, как раз самый немецкий из французских городов, как я слышал его называют. Конечно, и тем более, что протестантские, а не католические. Конечно, конечно. Но это французский город. Интересно, что там живут эльзасы, там издаются книги на немецком языке. Это для тех, кто не очень хорошо знает немецкий, всегда проблема в чтении научной литературы. Университет эльзаса, Страсбургский университет пишет на немецком. Вот, но тем не менее, никто же не Макрон, не Ангела Меркель, никто ничего не требует. Решение вопроса возможно, потому что Европа перешла на другую уровень. На уровень прав людей и народов, а не прав на территорию и землю. Земля может быть где угодно. Это было разъяснение, кстати говоря, ПАСЭ 2011 года. Специальное разъяснение, что право народов на самоопределение, в первую очередь, надо понимать, как право на самоуправление и культурную автономию в пределах существующей границы. Мне кажется, что это совершенно правильно. И в этом, кстати, модусе и имеет смысл решать проблему, в частности, Карабаха. Еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый день. Да, слушаю. А вам не кажется, что вот, например, Франция и Германия – это все-таки христианские страны, не важно, там протестанты, которые… А вот и армяне, и азербайджанцы – это христиане и мусульмане. Вот так же, как в Индии, там два штата мусульманских постоянно находятся… И Пакистан вмешивается в состоянии войны с индуизмом. Может быть, вот именно в этом смысл, что вот никак не могут христиане и мусульмане помириться. Слишком разные религии. Спасибо. Да, религиозный аспект этого конфликта. Это хороший вопрос, тем более, что меня тут прессионировали совершенно справедливо как религии Веда, и, наконец, могу выступить как религии Веда. Вы знаете, конечно, это усложняет ситуацию. Но не забудем, что христианский народ немцы оказались абсолютными вдруг сатанистами в эпоху Гитлера. И уничтожали массу народов, в первую очередь, евреев, шланными жестокими методами. Ничего христианского в Холокосте не было ни на пол ногти. Так что любой народ может осатанить. В то же время любой народ может проявить большую духовную открытость и готовность к миру. Мне кажется, что я не замечал в большинстве азербайджанцев какого-то крайнего религиозного фанатизма. Люди есть верующие, есть неверующие. Но в основном, как все послесоветские люди, ну, не особенно верующие, не безумно верующие. Да, они знают, что они мусульмане, даже знают, слышали, что они шииты. Но очень мало кто может объяснить, в чем разница между шиитами и суннитами в современном Азербайджане. Так же, как, я уверен, что не все объяснят различия между православными и католиками до тонкости в современной ладь. И в этом смысле, мне кажется, что конфликт не заходит так глубоко. Христиане и мусульмане могут жить на одной территории. И, кстати говоря, опыт, который дает надежду, это опыт Ливана. Но не нынешнего Ливана, который оккупирован Хазбалой и практически потерял независимость. Стратовой Ливана, который был в XIX веке. В XIX веке так называемая провинция Горн и Ливан, Османской империи, была населена в основном христианами. Католиками, православными, маронитами и представителями такой странной секты друзов, немножко похожей на лавитов. И вот там началось восстание против османского владычества. Естественно, оно стало жестоко подавляться. И тогда европейские державы ввели войска на территорию Горного Ливана. Защитили своих единоверцев. Русские защищали больше православных, французов, католиков, англичанин, друзов. А в 1965 году был подписан так называемый национальный пакт. Этот национальный пакт оставлял Горный Ливан в составе Османской империи, но с полным внутренним самоуправлением и с гарантиями европейских держав безопасности христианского населения Горного Ливана. И вот в этом статусе Ливан существовал сколько? Полвека. Пока вообще не руководил Османской империи, Ливан не провозгласил свою независимость под французским мандатом в 1920 году. Так что, в принципе, такие вещи возможны даже между христианами и мусульманами. Сегодня в контексте Карабовского конфликта нередко говорят, по крайней мере, со стороны Армении, говорят о том, что Турция имеет влияние в этом конфликте. Эрдоган, в частности, выразил поддержку Азербайджана, но говорят и о физическом влиянии со стороны Армении. Азербайджан же это отрицает. Действительно ли Эрдоган одержим, как некоторые сейчас эксперты говорят, идеей восстановления Османской империи? Вы понимаете, мне трудно это говорить. Я, поверьте, не являюсь личным другом Эрдогана и с ним не гулял где-нибудь там по Анкаре. Ну, исходя из его действий, да, понятно. Чем он одержим и чем он не одержим. Я думаю, что он увлечен идеей Османского величия. Причем у Эрдогана, как вообще в таком постмодерне, соединяются несовместимые вещи. Так же, как нынешние российские коммунисты, они восхваляют там и Ивана Грозного, и Петра Первого, и Сталина. Вот для них все одно. Для какого-нибудь классического коммуниста это было невозможно. А для Эрдогана, для него соединяются несколько тоже взаимоисключающих вещей. Это тюркский, или как его называют, туранский национализм, то есть чисто этнический национализм тюркских народов. Это так называемый пан-тюркизм. А с другой стороны, у него, безусловно, пан-мусульманские амбиции, то есть быть лидером мусульманского мира. И в-третьих, у него пан-османские амбиции, то есть в какой-то степени восстановить влияние рухнувшей Османской империи. Поэтому, кстати, его участие в конфликте в Ливии. Как вы помните, до 1911 года Ливия была последней провинцией Османской империи в Африке. И вот все это вместе есть, но мне кажется, что, понимаете, турецкое общество, оно довольно сложное. Оно, в общем-то, авторитарное, но даже более демократическое, чем, скажем, российское общество. И в этом смысле он может действовать только до какого-то предела. Если этот предел будет перейден, народ его поддерживать перестанет. Вы знаете, что в Стамбуле его партия потерпела поражение на местных выборах, на городских выборах. Так что я думаю, что, может быть, у него какие-то мечтания и есть. Он надеется на этом получить дивиденды, но реальные издержки могут быть столь велики, что он от этого откажется. Вот это еще одна особенность постмодерна, что правители даже в авторитарных странах очень зависимы от своих народов. Если народы не желают, то правители, как правило, не идут на осуществление своих амбиций. И амбиций у них, на самом деле, своих не так много. У них самое главное – желание потрафить людям. Чего больше было у Путина, когда он захватывал Крым? Желание потрафить империализму российского народа? Или желание удовлетворить свои амбиции и прокатиться на белом катере по Севастопольской бухте, приветствуя русский военно-морской флот? Я думаю, что было и то, и то. Нежелание Турции признавать геноцид армян – это тоже этим обусловлено? Вы понимаете? Разумеется, разумеется. Потому что, к сожалению, геноцид – это, ну, естественно, поколение Эрдогана само в геноциде не участвовало. Участвовали деды, это понятно, и прадеды. Но очень много Турций, к сожалению, участвовал в геноциде. Даже как очень много немцев. И не только немцев, как мы теперь знаем, и французов, и голландцев, участвовали в Холокосте, так или иначе. И признать свою вину – это очень тяжело. Вы помните, сколько десятилетий Франция не могла признать свою ответственность за фактически геноцид арабов во время Алжирской войны, которая была при Деголе. Это очень тяжело. Но, слава богу, Европа нашла в себе силы признать вот эти геноцидальные акты, в первую очередь, сама Германия, по отношению к евреям, да и ко всем, кому досадили нацисты. И это освобождает невероятно. Это дает невероятную свободу и возможность смотреть в лицо другим людям, и активно экономически и политически строить свою страну и помогать строительству всего мира. Турция замкнулась. Она не может признать своих преступлений. Не хочет и не может. Когда я написал статью о армянском геноциде 15-22 года, опубликовал ее в «Новой газете», из турецкого посольства мне прислали, ну просто, не знаю, целую библиотеку книг на английском и русском языке о том, что никакого геноцида не было. То есть, там и работает огромное количество институтов, доказывая это. Но это, конечно, болезненное состояние общества. И в тот момент, как говорит знаменитый оппонент Эрдоган и его учитель духовный Гюлен, в тот момент, когда признают армянский геноцид турки, они освободятся от очень многих сковывающих их оков. Ну вот, если говорить о признании Германии, Холокоста, ведь он был признан, потому что был Нюрнбергский трибунал, потому что они проиграли войну, и это стало, как говорят, таким стимулом для того, чтобы это сделать. Если бы история развивалась по-другому, не факт, что это случилось бы. Вот насколько важен этот внешний, некий внешний фактор, или такой, важно проиграть, чтобы победить, вот скажем так, себя самого? Вы знаете, отчасти вы, конечно, правы, я думаю, в значительной части, но посмотрите на Францию. Во Франции ведь тоже долго не хотели признавать участие вишистского правительства в Холокосте. А, как вы знаете, вишистское правительство удавало, ПТН выдавал евреям, немцам. И когда ему впервые сообщили о том, что евреи просто физически уничтожаются в нацистской Германии, он предпочел сделать вид, что он этого не услышал. Это было на одном из приемов в 41-м году в Виши. И когда это вот сейчас... А сейчас Франция признала свое соучастие в Холокосте. Даже прошел, как я знаю, целый ряд процессов над людьми, которые в этом участвовали когда-то. Так что, может, она победительность такие вещи признавать. Тем больше ей хвала. Как говорится, на нее нюрнбергский процесс не распространялся. Но совесть распространяется на всех. Что касается сталинизма, осуждения или восхваления сталинизма. Ведь попытка была, 20-й съезд. Хрущев, правда, не ко всему народу обращается, а к лидерам парторганизации. Но, тем не менее, почему не получилось, как считается? Ну, 20-й съезд, вы знаете, это еще только первое, как говорится, ласточка. Хотя эта ласточка очень важная. Те, кто были на этом 20-м съезде, тот же Александр Николаевич Яковлев поставили в воспоминание, они говорят, что вообще зал был мертвый. Когда потом писали, что какие-то моменты речи Хрущева разрывались аплодисментами, это все неправда, что ни единого слова никто не проронил, никто в ладоши не хлопал. Все были потрясены откровениями Хрущева, хотя они были далеко не полные и далеко не цельные. Потом был 22-й съезд, как вы знаете, но на самом деле самое большое откровение началось, конечно, в эпоху перестройки и в первые годы после конца коммунистического режима. И был же процесс над КПСС, который ничем не закончился, но он все-таки был. И были опубликованы многие-многие документы, в том числе Буковский. Сейчас практически каждый человек в России и во всем мире может знать все или почти все о стилинизме. Наверное, какие-то самые жуткие тайны еще хранятся в КГБшных архивах, но они уже как бы только добавляют акцент, а суть всем известна. И вот так устроено, что декоммунизации подобной, деноцификации в России и во многих странах, ну, в той же Белоруссии, не произошло. И поэтому можно и восхвалять Сталина, и, естественно, можно раскрывать его преступления. Хотя в расхвалении Сталина сейчас не карается, а фиксация его преступления, как мы знаем, в случае с Юрием Дмитриевым, карается еще как. Но, тем не менее, каждый делает выбор сам. В этом, наверное, есть высший уровень свободы. Что каждый выбирает сам между безусловным злом, которым является убийство миллионов людей, и безусловным добром сохранения жизни этих людей. Так что в отношении коммунистического режима вообще, и Сталину, и Дзержинскому в частности, как его наиболее ярким проявлением, мы видим нравственное отношение общества, нравственное состояние общества как такового. Напомню, что вы можете звонить нам по телефону прямого эфира 672-1293-9 и 672-1393-9. Ведь Андрей Зубов с нами на прямой связи, историк и религиовед, как мы проанонсировали. Задавайте свои вопросы, уважаемые радиослушатели. И также можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну, образ Сталина, я хочу еще продолжить эту тему. Он сейчас в современной России, учитывая, что, опять же, Путин человек из спецслужб, в общем, там проводят аналогии, не всегда он, кстати, это отрицает, с тем же, можно, там, ЧК, ВЧК, репрессивной машиной. Вот это привлекает сегодня россиян? Вот это сила спецслужб или не сила, не знаю, как это правильно сформулировать. Но, тем не менее, вот этот образ человека в кожаной куртке. Вы знаете, это хороший вопрос, потому что, когда Путина первый раз избирали в 2000 году, очень многих в России привлекал вот этот образ человека, как там говорили, с холодной головой, чистыми руками и горячим сердцем. Вот, но за эти 20 лет прошедших, я думаю, все почти в России увидели, чего стоит этот чекизм. Увидели, что, на самом деле, это бандитизм, воровство, вот, крышевание своих, ограбление других, сведение личных счетов, подпольные убийства, ну и прочая-прочая мерзость. И, поскольку сейчас большинство людей в России недовольны нынешним режимом, понятно, что у них произошла и переоценка отношения, вот, к нынешним, к нынешним чекизм. При этом Путин продолжает на голубом глазу говорить о том, что он продолжает разделять многие ценности советского прошлого. Вот, буквально вчера, на свой день рождения, он в интервью сказал, что он был глубоко убежденным коммунистом, идейным коммунистом, и до сих пор эти многие ценности ему близки. И уж не знаю, желая утопить Байдена, или откровенно говорил о том, что многое в Байдене, как в социал-демократии, ему близко. Я думаю, что Байден его за это не поблагодарит, но, тем не менее, он-то говорил. Вы понимаете, вот, русское общество должно избавиться от вот этого обольщения коммунистическим прошлым. Я думаю, молодежь в значительной степени избавилась, хотя, наоборот, часть, как всегда, бывает радикальна, и в том числе и леворадикальна. Старшее поколение, сформированное советской пропагандой, оно в ней живет, но оно уже не определяет политической жизни. Так что, мне кажется, что сейчас, вот, скажем, если завтра путинский режим падет, то отношение к КГБ, ЧК, НКВД, как положительной силе в прошлом, отношение к Дзержинскому будет скорее отрицательным, чем положительным. Сейчас у нас в России говорят, чекисты отжали, чекисты отняли, чекисты убили. Имея в виду, конечно, не тех чекистов Дзержинского, а нынешних ФСБшников. Но их называют чекистами, они сами себя так называют. Так что, как бы, ценности стоят на свои места. Ну, если порассуждать, понятно, что заглядывать вперед сложно, но как историку хочу вам задать такой вопрос. Если посмотреть на сегодняшний 2020 год, скажем так, люди, которые будут изучать этот период истории сто лет спустя, каким они увидят Россию, каким они увидят Путина, станет ли этот отрезок очень важной исторической вехой, например? Ну, в каком смысле важной исторической вехой? Это важный исторический факт. Я думаю, что будущие историки, конечно, трудно сказать, но мне кажется, что будет сказано примерно следующее, что все в России предполагали, что уйти от коммунизма очень легко. В 90-91 году XX века надеялись, что, введя некоторые элементы рынка и некоторые элементы демократии, Россия уже никогда не станет коммунистической. Оказалось, что все это не так легко. Оказалось, что главная сила коммунистического прошлого не в институтах, а в головах. В головах сформированных этим коммунистическим прошлым. И если в странах Центральной и Восточной Европы, после коммунистической, в том числе и в странах Балтии, в основном люди мечтали избавиться от коммунизма все годы коммунистических. В Балтийских странах это полвека. То в Советском Союзе большинство людей уже ни о чем не мечтали, они считали, что советское это навсегда. И вот чтобы это представление, что советское навсегда исчезло, оказалось необходимым большой переходный период. И фактически смена поколения, которое совпало с изменением информационной системы. Информация стала распространяться через интернет горизонтально, и люди намного легче стали общаться друг с другом, минуя государственную пропаганду. И вот все это вместе взято сформировало людей через 30 лет, уже освободившихся во многом от вот этого коммунистического прошлого. То, к чему подошла Балтия, скажем, в 90-м году, к этому Россия и Белоруссия подошла в 2020 году. И процесс вот этой падения тиранов и установления демократических режимов, он резко усилился в конце второго десятилетия 21 века, проявив себя в украинской революции, армянской революции, белорусской, ну и во многих процессах, которые начались в России, и которые историк уже 22 века ясно будет видеть, чем они закончились. Да, успеем ли мы принять звонок? Нет, подсказывает нам режиссер, что мы должны заканчивать. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Историк Андрей Зубов был с нами на прямой связи. Мне очень приятно было с вами побеседовать. Всем большой привет. Да, всего доброго и до свидания. Спасибо вам, всего доброго. До свидания.